доброе утро друзья я хочу рассказать об этом денежном дереве она живет у меня лет 12 уже как-то раз осенью я собирала листья возле своего двора и был дождь и оставила кучу листьев чтобы убрать на следующий день на следующий день я увидела что на моей куче листьев желтых лежит такое деревце но оно было без единого листика пропадающие кто-то его выбросил и решил что помочь что я буду выбрасывать листья и это деревце пропадет но получилось так что пошли дождей был конец октября и это деревце лежала и пустила маленькие зеленые листочки я его подобрала посадила вот она у меня уже лет 12 растет вот очень много говорят о том что надо формировать дерево путем привязывания веток наклона веток и так далее но вот я хочу сказать что вот это вот дерево само по себе когда оно растет оно опускает ветки и я выложу фотографию где у него вот такие вот спущенные ветки деревце я обрезала очень коротко в прошлом году весной мне не очень это нравится потому что оно очень долго восстанавливается наращивает крону но вот когда оно имеет вот такие вот спущенные ветки то это тоже видно дереву трудно тяжело оно под веточки эти разламывается отпадают ну вот я прихожу к выводу что надо постоянно встреч но для сравнения веточки которые я обрезала я вот посадила прямо в горшочек ну я думаю до весны будет стоять так а уже весной буду как-то определять для сравнения чтобы увидели какой величины дерево вот я показываю маленькое деревце маленький кустик это минора минора укорененная осенью здесь уже достаточно хорошие корешки несколько штук 5-7 ткнула землю вот они растут это под заказ я выращиваю вот а это вот это денежное дерево которое у меня приблуда такая вот красивая вот я ее очень люблю и что пока она немножко нарастет кровно мне таком состоянии она больше нравится но вот я хочу показать места срезов я резала здесь резала вот здесь если видно вот потом постоянно прищипываю вверху вот если вы посмотрите вы увидите веточку здесь вот раздваивается вот здесь раздваивается но я опять же напоминаю что все эти веточки они пойду пойдут ну вот как вот красивая веточка красивая и и жалко ее призыватель жалко вот она будет вот так вот вот опускаться вот так вот висеть и провисать то есть ну вот такое вот дерево вот как она хочет так оно и растет вот еще хочу поделиться таким вот секретом я видела у любы такой вот но интересную идею что она замораживает листики которые упали и потом соком укрепляет почки дает возможность почкам напитывает их влагой дает возможность им расти может я сделала по делаю по-своему каждый раз остается когда прищипываешь много листочка в листочке эти вот в землю они когда их много они тоже лишние рассылать их это более трудоемко вот растут они очень долго мне как-то достаточно тех окон которые у меня есть вот я начала использовать такой опыт тоже методом проб и ошибок я прочла где-то что листья салои надо замочить водой но можно китотком можно просто водой дать им настояться и поливать это очень хорошее удобрение для цветов я вот решила попробовать почему бы не использовать вот такой вот метод удобрения я к листьям сюда в бутылочку поместила листочки алоэ и помещаю те веточки которые ли листочки которые прищипывают то есть я вот прищипываю деревце вот и кладу в бутылку пусть они пригнивают пусть они становятся хорошим удобрением и укрепляют растения ну вот на примере вот этого дерева вот какие веточки здесь надо прищипнуть вот я сейчас убираю вот эту ветку потому что она хоть и красивая показываю вот какая красивая но она уже будет тяжелая и потянет деревца туда и вот эту то есть я знаю что дерево очень ветки будут очень длинные очень и такие его образные я не даю расти им вверх сколько они будут опускаться я хочу чтобы она была круглая и пышная и более компактная вот наверное еще и вот эту вот надо вот эту вот веточку прищипить она уже прищипленная но она видите дала одну боковую то есть я ее уберу ниже вот и у меня получится вот такой вот деревце вот два листика которые я получила в бонус я может кто-то с этим сталкивался или это листья гибридного какого-то гибридика или это листья просто перекормленные перекормленные удобрениями азотными вот посмотрите какой какие огромные листья вот я приставила к своему цветку вы видите какая разница ну что из этого вырастет посмотрим приятно то что если посмотреть вот близко по моему она дает там признаки жизни показывает что она готова укореняться вот я попробую его посадить в мох я там давала совет сажать в мох мне мог как-то больше нравится все эти синтетические химические это все вермикулиты это все но не живу я вот это вот мог это то что у нас в природе его надо брать за основу ну вот спасибо большое вам за внимание очень жду ваших советов может у вас какие-то полезные идеи может у вас какие-то интересные мысли возникнут очень интересно смотреть на ваши цветы смотреть слушать как вы за ними ухаживаете вот спасибо друзья вы меня очень вдохновляете очень поддерживаете всем спасибо за просмотр и запас списку за позитивное отношение маленькие радости в нашей жизни наши растения которые живут возле нас которые любят нас а мы видим что они все нас любят вот каждое растение по своему индивидуально и уникально до встречи с вами